Привет, друзья! В восьмом туре я играл с Артуром Гайфулиным. Не знаю откуда. Молодой шахматист, рейтинг 2448. Ну, впечатление... Ну, партию я проиграл, но впечатление от поражения у меня, как вы догадываетесь, не самое лучшее. Если перед этим все-таки... Хоть и тот точно так же сам был виноват в поражениях, но противники ставили хоть какие-то проблемы. А в данном случае молодой человек оказался совершенно не готов в дебютном плане. Совершенно не представлял, что делать в середине партии, в обоюдном цветноте, за каким-то фигом... Извините за выражение грубое. Я увлекся шлепалкой. Цветно-то у меня причем был смешной. Там минут 6 оставалось ходов на 10-6-7. То есть, вполне мог подумать и все-таки добить. И, конечно, очень обидно, когда несколько ходов подряд позиция в доску выиграна. Причем видно, что к победе ведет не единственное продолжение. И вдруг зевок. Ну, давайте посмотрим по ходам. В общем, сегодня я более-менее понял Виктора Львовича Корчнова, который в подобных случаях объяснял, даже очень сильным шахматистам, что совершенно зря они выбрали с такой вид спорта жесткий, как игра в шахмат. Но это я про себя, а не про своего противника. Он может и не зря. Может еще научиться играть. А мне, конечно, по рукам надо бить за шлепанье. Итак, вариант абсолютно такой же, как и в предыдущем туре. Если бы мой противник готовился, то он бы хоть немножко посмотрел там видео и знал бы, как играть. Но у меня впечатление такое, что противник не готовился вообще. То есть, партию, может быть, где-то и глянул так, мельком. Но что играть он точно не наметил. Потому что в ответ на конь С2 ход Д5 считается сильнейшим. И Артур погрузился в глубокие раздумья. Принципиальным является взятие ЕД в этой позиции. Он пошел слон Ж5. Ну и здесь масса хороших ходов. У черных я пошел А6. Примерно к такой же позиции ведет ход ФБ6. Только пешка остается на А7. Мне казалось, что то, что пешка на А6, это для черных выгодно. То есть, конь бьет Д5. Правильно. Теперь белые не могут поставить вилку конь С7. Из-за... Давайте для тех, кто у нас не гроссмейстер. Из-за ферзь С3 шагом. И ферзь бьет С7. Им следовало сделать просто рокировку. Позиция сложная, примерно равная. Последовал слабый ход ладья Б1. После ферзь бьет А2 снова нельзя пойти конь С7. На этот раз из-за вилки ферзь А5 шаг. И здесь белые сделали рокировку. Но вот в этой позиции я начал немножко чудить. Потому что, ну, лишняя пешка, здоровое преимущество двух слонов. Но, как бы, более-менее поправимо. Ход ферзь А5, небольшая неточность. Впрочем, было конь С6. И снова вилка не опасна из-за ладья Д8. То есть, с конем на А8 белые, конечно, ферзя за две ладьи жертвовать не могут. А если ферзь отходит, то ладья Б8. У черных, в общем-то, очень комфортная игра. Ну и вообще, черные хотят сыграть ладья Д8. Потом, может быть, Б6, слон Е6. Ферзь на А2 чувствует пока что себя в безопасности. Так что, ход ферзь А5. Первая неточность. Но не последняя. Значит, здесь я тоже непонятно, зачем убежал с ферзем на Д8. Но ход, в принципе, вполне разумный. Мавр сделал свое дело и может сбежать. После слон С4, ход, который сделали черные, просто ужасен. Мне казалось, что он великолепен. До тех пор, пока я не воспроизвел его на доске. Конечно, стоило пойти ладья Б8 и потихоньку готовить на движение пешек. После конь Д4, конечно, мой противник обязан был играть ладья Ф2. На что я собирался жертвовать вот так вот пешку. Ну, здесь у черных, конечно, должен быть перевес. Потому что преимущество двух слонов. Но вот если бы эта пешка была, оказалась продвинута вот дальше, то у черных было бы совсем выиграно. А так просто перевес. Ну, ход ферзь А4, конечно, меня здесь убил. После слон Д7. Непонятно, куда идти ферзем. И мой противник вернул его назад. То есть, это я вообще воспринял как издевательство. Просто над шахматами, над собой. Здесь снова надо было ходить ладья Ф2 белым. Сидея ладья Д2. И здесь уже на ладья Ф2 Б4 и Б3 просто выигрывает партию. Ладью бить нельзя на Б3. За слон А4. Связка и лишнее качество. А вот этот размен приводит к совершенно выигранной позиции. Пешка А продвинулась достаточно далеко. И с помощью слонов, или если белые разменяют одного из коней на белопольного слона путем конившей, с помощью чернопольного слона она легко проходит. Ход конь Ж4 ужасный. Тем не менее, стоило играть ладья Ф2. Потому что после слон бьет Ж4, ФЖ, ладья А7. Ходы естественные. Черные укрепили пешку Ф7. Здесь, конечно, надо было с ФЖ5 начать. Но особого значения не имеет. Позиция совершенно выигранная у черных. Пешки А и Б идут. Остановить их невозможно. И, конечно, я очень недоволен собой, что проиграл эту партию. Короче, пока 20 килограммов веса не сгоню в турнирах с классическим контролем. Играть не буду. Вот так. Ладья А7, единственный ход. Здесь проще всего было пойти Б4. С угрозой Б3, потом А4, А3, А2. А на слон С4 выбирать между ладья Б8 и потом А4, Б3 или вообще ладья С8. Ну, сложно представить, как можно такую позицию не выиграть. Мне как бы это удалось. Поэтому давайте посмотрим. Это должно быть поучительно. Король Ж7. Ладья С5. Что хотят? Белое совершенно непонятно. Потому что, если они хотят пойти Конь Ф6, то... Ну, скажем, на Б4 пойти Конь Ф6, то это никак им не помогает спастись. Потому что черные просто пожертвуют Ферзя. Ферзь бьет Ф6, ладья бьет Ф6, слон бьет Ф6. Потом разменяют пару ладей и легко проведут пешки. Ферзь Д2 самый жесткий ход. Ж5. Здесь можно было и Ферзем взять. Я взял АЖ. Так. Ну да, АЖ взял. Подход Конь С7 я не видел. Он у меня вылетел из головы. Но времени было. Вагон и маленькая тележка. Первое желание взять ладья бьет С7. И тут я увидел, что после ладья бьет С7, ладья бьет С7, висит на Ф7. И почему-то даже не стал считать дальше. После Ферзь бьет А2. Белым просто приходится бить на Ф7. И они могут смело сдаться. И их игра зашла в тупик. Пешки А и Б идут и проходят. В общем, совершенно безобразная реализация преимущества. Но обратите внимание, мой противник не сдался, когда у него было проигранное. А изобретательно искал шансы, как поставить побольше под бой. Конечно, подсветнот это неприятно. Ладья Е7 все еще у черных выиграно. Но тут я заметил, что нельзя взять на Б5. Из-за ладья С8 и мат на А8 неожиданно черные получают. Но так же не бывает. Делали все нормально, логично и вдруг пропустили. Здесь просто необходимым был промежуточный удар. Ж4. Если белые возьмут на Ж4, то черные просто бьют на Б5 и бьют на А2. Никакого мата на А8 нет. А на ферзь А4 тоже конь бьет Б5. Если ладья С8, то ферзь А6. Пожертвовали вот так вот ферзя. Ну-ка. Давайте-ка я додвигаю. Ладья С8. Ферзь А6. Ладья Ж8. Король Ж8. Ферзь бьет А6. Висит на Ж6. Не факт, что позиция такая ясная, как это представляется нашему любимому стукфишу. Я его сейчас отключил. Что он имел в виду? Он почему-то только ладья бьет Е5 рассматривает. А после ладья бьет Е5, это-то понятно, что совершенно выигранная. Ешка А проходит. Ну-ка, вот здесь. Почему же он ладья С8 игнорирует? Сейчас, две секунды, я подумаю. Может быть. Так, ферзь А6. А, потому что я балбес. Видите, я даже здесь не вижу, что можно король А7 просто пойти. И черные остались с лишним конем. Да. Какая фантастическая, просто прекрасная спортивная форма у Романа Юрьевича. И так последовала ферзь Е2. Мне казалось, что я нанес вилку на Ф1 и на А5. Но после слона С4 слон на А2 уже не висит. У черных висит ферзь. И, в общем-то, они остаются, ладно быть, без качества. То есть, ходом ферзь Е2 черные зевнули ладью. Если пойти ферзь А5, то после размена белые бьют на А7. И на ладья бьет А7. Играют ладья бьет Е5. Но ферзь бьет Е4 оказалось не лучше. Конь бьет А7. Здесь железо, говорит, надо было ходить Ж4. Но после ферзь Д3 тоже меняются ферзи. Слон Е5 подвисает. Ну и здесь жесткий ход слон Д3. Самый жесткий. И тут я уже по-хорошему мог сдаться. Ж4. Вот это все агония. АЖ, король, Ж2, А4. То есть, сомнений в том, что мой противник здесь окажется достаточно точен в реализации, у меня не было. Все. Контроль закончился. Я посмотрел и понял, что ходить черным некуда. Ну, в общем-то, хороший урок на тему. Расслабился, а потом растерялся. И также говорит о важности не только шахматной подготовки, но и физической. Потому что, ну, настолько выигранные позиции, мне кажется, обязаны выигрывать шахматисты первого разряда. Как вот та, которую я получил. Я доходу... Сейчас скажу, к какому. Так, вот. Вот позицию после сломбиржи 4 и ФЖ, то есть к 25-му ходу. Вот такие позиции обязаны выигрывать шахматисты уровня первого разряда угроз мистеров. Вот. Мое мнение. Ну, ладно. Еще один тур остался. В общем, выступление можно уже признать неудачным. Но... Вешать нос не будем. Попробуем в последнем туре кого-нибудь обыграть. Белыми. До свидания.